Реконструкция ценой в 4 миллиарда гривен. Стоимость ремонтных работ аэродромного комплекса международного аэропорта Одесса продолжает расти. Договор о дополнительной закупке материалов на 1 миллиард 20 миллионов 848 тысяч гривен подписали заказчик работ дирекция по строительству МАО и генподрядчик спецрембуд. Удалось обойтись без нового тендера, ведь сумма не превышает 50% от первоначальной стоимости новой взлетно-посадочной полосы. Помимо повышения цены реконструкции, подписанное соглашение предусматривает завершение строительства скоростных рулежных дорожек нового перронного комплекса у нового терминала со стоянками на 4 самолета и реконструкции инженерных систем, водоотведения, радиооборудования, трансформаторных подстанций и установка радиолокатора обзора летного поля. Основной объем работ будет направлен на строительство рулежной дорожки. Строительство новой взлетно-посадочной полосы началось в ноябре 2017 года. Окончание работы огласили лишь в ноябре 2020 года. На выполнение реконструкции первой очереди строительства было потрачено 2 миллиарда 626 миллионов гривен. Вторая очередь потребует еще 343 миллиона, третий обойдется государству в 932 миллиона. Ремонт планируют завершить к концу 2022 года. По общим подсчетам обновление одесского аэропорта будет стоить 902 миллиона гривен. А пока до полноценного обновления еще далеко, а одесский аэропорт практически беззащитен перед испытаниями природы. Напомню, вчера вечером рейс Стамбул-Одесса не смог совершить посадку из-за тумана. Выразив свое недовольство в небе, экипаж лайнера вернул судно обратно.